Всем привет, мои хорошие! Смотрите, у нас сегодня ночью выпал вот уже действительно первый снег. До этого было какое-то подобие, но он до земли даже не долетал, грубо говоря. А тут прям муж с утра чистил машину. Снежок, я думаю, он тоже растает, потому что на сегодня плюс. Но, тем не менее, со снежком как-то уже посвежее, дышится даже легче. В общем, приходит зима. Всем привет, мои хорошие! Что мы сегодня с вами будем делать? Мы сегодня с вами будем краситься оттенком 7-3, пряная корица. Мы уже с вами им красились, но у меня была красная база. И после хны. Как бы вот после покраски я ничего с волосами больше не делала, прошло уже месяц-полтора, больше. Корни седые сильно отросли, пора краситься. Ждать больше нет возможности. Мне очень интересно, как вот на такую базу ляжет этот цвет, потому что я ждала немножко другого оттенка. В общем, посмотрим. Сначала у нас будет темноватый, на волосах вообще почти черный, семерка, фаберлик почему-то. Не только, кстати, фаберлик в других красках. Две упаковки на мои волосы. Кто-то в комментариях писал, удивлялся, что две на такую длину. Конечно, две. Одну я брала, когда у меня вот такое вот кора было. Да, и девчонки там многие со мной согласились. Я не знаю, как вы на длинные волосы одну пачку растягиваете. Я не могу просто представить. Тут же, пока замешиваю, хотела вам оставить отзывы на серию Ван Вик Миркл от фаберлик, да, дневной ночной крема. У меня подопухают какой день веки? Мне кажется, это заметно. Или это эффект разглаживания, девчонки. В общем, уже неделю я пользуюсь этой линейкой. И что хочу сказать. Так, сейчас артикул краски вам озвучу. 180-16. Девчонки спрашивали многие. У меня с перчатками повезло. Уже неделя прошла, и вот по состоянию кожи веки опухают. Но я, вы знаете, наношу все кремы всегда на все лицо, то есть и на веки тоже. И вверху, и внизу подопухают. Я не знаю, может, конечно, такой эффект разглаживания, но вот видно, что мешки под глазами. Я с сегодняшнего дня не буду наносить. На веки ночной точно, абсолютно точно. По морщинам я могу сказать, что состояние лучше. Не сказать, что это какое-то действительно чудо и прям преображение за неделю, но лучше. Даже моя глубокая морщина на лбу, она как-то вот получше выглядит. Да. Остальные мимические возле глаз, но они вообще разглажены сейчас капитальто из-за этих отеков. Но носогубки... Не знаю, мне кажется, вот чуть-чуть получше, чуть-чуть получше. На декольте я тоже наношу. Но тут как бы сильно каких-то изменений я не вижу. Буду наблюдать дальше, в обзоре каталога еще вам отзыва ставлю. А так вот чуть-чуть, вроде как получше. У меня кожа любит эти крема, кремы. Она их съедает практически моментально. Она их действительно очень любит. И единственный еще момент. У меня вот здесь подкожник появился. Никак он не выглядит, его не видно. Я его чувствую только рукой. Прыщик. Поэтому, как вы смотрите, вот девочки, кто с жирной кожей, я не знаю, как вам подойдет, нет. Потому что у меня сейчас кожа нормальная. И уже где-то день на четвертый я вот тут почувствовала прям боль. Визуально вообще ничего. Но руками я чувствую, что там сидит подкожник. Он никак не вылезает. Хотя стараюсь кожу очищать хорошо. Может быть, дело и в креме. Вполне возможно. Так, ладно, девчонки. В общем, пока вот такое у меня мнение сложилось. Я сейчас красочку замешаю. Печенки еще на серию «Эксперт». Где она? Вот эту. Шампунь и бальзам. Вы просили отзыв. Бальзам. Так, 1899 арцикла. Фу, краску же вырви глаз. Главное выжить. Так, и шампунь. 1898. Вот после помывки этим шампунем у меня так выглядят волосы. На второй день. Сначала, когда моешь голову, нормально все. Шампунь не сильно запутывает волосы. Мягенький такой, хорошенький. Запах приятный. Все нормально. А бальзам вообще прям понравился. Он так разглаживает волосы хорошо. Они вот после него гладенькие прям становятся руками. Чувствуешь, да? Прям такой хорошенький, плотненький. Даже сильнее, чем из этой линейки. Из вот этого цвета, такого синие-сиреневого. Вот. И все. Я такая радостная. Сушу волосы. И понимаешь, что что-то не то. Вот они пушиться, во-первых, у меня начали. Я как бы воду не меняла. Ну, в смысле, мы переехали в соседний дом. То есть вода у меня та же, однозначно. Потому что иногда такое бывает. Вот, допустим, я к родителям приезжаю. У меня там наоборот волосы глажут. У них вода, наверное, мягче. Или наоборот, жестче. Не знаю. Как судить. Вот так. Где мой второй окислитель? А вот он. Они начали пушиться. У меня от сиреневого такого не было. Они начали пушиться. И кончики укладывались все равно тяжело. Я понимаю, что они у меня как-то поженные. Уже давно мертвые. Надо их нафиг отстричь. Но тем не менее, с другими средствами они укладываются. А здесь нет. Не укладывались. И по факту после сушки феном получаются волосы вообще какие-то и сушные. Хотя, когда я мыла голову, мне казалось, что это прям вот сверхпитательно и круто, и здорово. То есть даже по ощущениям тактильным и так далее. А после сушки феном они пушатся. То есть, мне кажется, для пористых волос вообще абсолютно точно не подойдет. Сейчас уже не пушатся, сейчас они уже грязные. Вот. В разные стороны. Пух. И сухие, по факту потом. Сухие. Они более-менее мягкие. По сравнению там, допустим, ну с чем, ну я не знаю. Короче, девчонки, ботаника лучше. То, что я вам за тесте показывала, вот эта новая зимняя линейка, лучше. Однозначно. Просто однозначно лучше, чем этот эксперт. Хотя совершенно другая ценовая категория, но она гораздо лучше. По мне. Мне вот этой вот беленькой серии больше пользоваться не хочется. Так что вот так, девчонки. Покупайте ботанику зимнюю и радуйтесь. Там, мне кажется, бальзамчик можно как масочку минут, если на 10-15 нанести, вообще будет шикардос просто. А здесь как-то прям... Причем я достаточно долго тоже бальзамчик подержала. Ну, как достаточно долго для бальзама, долго, минут 5. И, в общем, эффект мне не понравился. Вот эту вот пушистость я не люблю. Есть в Фаберлик много шампуней, которые эту пушистость дают. Краску замешала. И сейчас буду наносить по проборам. Фу, вырви глаз, девчонки, задохнешься. Так, ну вот при искусственном освещении, какой пока цвет у меня сейчас. У меня корни темней. Да? Причем так знатно темнее. А кончики гораздо светлее. Такие вот. Да? Вот тут больше на корицу похож отлив. Здесь на кончиках нет. Пойду в декабре стричься обязательно. Потому что вот этот сухостой надо состричь, ну, хотя бы сантиметра два придется. Как не жалко это делать. В общем, я сейчас по проборам наношу. Вы миллион раз уже видели, как я крашу волосы. Поэтому я на этом внимание зацикливать не буду. Прямое включение. Еще, девчонки, шампунь-эксперт вот этому белому. У меня от него судит голова уже через день. Слегка. Не скажу, что прям чешется. Если бы я сейчас помыла голову пятим, скорее всего, чесалась бы. Просто я помню, многие интересовались именно этим вопросом. От сирени у меня так не было. А тут действительно чесалась. Принято, девчонки, слезы крадут, чуть не сдохнулась. Наклонилась расчесать волосы. Фу! В общем, я уже покоричневела, нанесла. Видите, она какая зеленцой опять все равно. Оттеночек, да? Вам вот верно передают. Такой коричневый. Больше похож на кофе с молоком, нежели на коричницу. В общем, полчаса засекаю. Потом смою и сделаю масочку керасиса обязательно, потому что эта краска мне очень сильно жжет волосы. Они так уже отваливаются почти. Сделаю масочку керасис, посушусь и вам покажу уже результат. Жду масочку на волосах. Приехал курьер Дев все-таки. Покажу вам заказ. Очень интересный. В плане сковородки. Решила обновить посуду в новую квартиру. И я заказ делала в Зельгроз через Сбермаркет. Я люблю сейчас. Там много акций. Можно потратить бонусы. Спасибо. Мне нравится. Заказала сковороду. Очень, кстати, интересную. Эко-серия. 28 диаметра. Стоила она где-то 1600. Мне кажется, должна быть хорошая. Сейчас разорву, покажу вам. К ней крышку отдельно. Она была без крышки. Крышка отдельно за 100 с чем-то рублей. Причем девушка, блин, вообще, какие сборщики. Сейчас молодцы. Курьеры по всем вопросам. Звоните, если что-то не понравилось. Мы отвезем, заменим, привезем. Смотрите, как здорово. Иногда они сейчас даже прикладывают шоколадочку. Представляете, просто так вот. Киндер наборчик целый прикладывают. Я всегда в таком случае оставляю чаевые в приложении. Крышка вот такая вот, самая обычная. А сковородка эвкая, с деревянной ручкой. Мы уже тут часть разобрали, чтобы крестюшке дать баранку. Вот такие обычные ей сушки даю погрызть. Она грызет уже, зубов много. Эта серия вот такая варя. У них там есть не только сковороды. Интересно очень, мне понравилось. Глубокая, толстая. Она чугунная, с антипригарным покрытием. С тремя слоями, насколько я поняла. А, алюминиевая какая чугунная. Алюминиевая, летая с противопригорающим покрытием. Защита от пригорания, дизайн, безопасность. Покрытие изготовлено на водной основе. Не вступает в взаимодействии с готовящимися продуктами. Вот так вот. Вот такая интересная посуда. Она красивая. Мне понравилось. Я уже хочу что-то такое добротное. А не ширпотреб брать в квартиру новую. Уже сразу что-то хорошенькое, красивое. Вот такая вот сковорода. Ручка у нас несъемная. И деревянная красивая ручка. Прям красивая. Я тут на полутора уселась и вам показываю. Смотрите, какая достаточно тяжелая такая. Потому что сейчас уже хочу крестюшки полгода. Начинать готовить, может быть, даже какие-то оладушки, что-то на твороге, овощные какие-нибудь, палочки, котлетки. Да, без масла. И нужна новая, конечно, сковорода. Ну, вот к ней будет такая крышечка. Прям много на нашу большую теперь семью. Так, ну что заказала? Заказала ей вот такие печеньки. Правда, они мне не очень нравятся. Но знаете, так иногда перебиться. Когда капризничает, как бы это очень помогает. Обогащенная йодом. Мне нравится чем? Она потом вся как поросенок мелкий. Если с сушками еще не такая беда, это печенье, оно же тает во рту. И не подавишься, ничего, все здорово. Но оно тает во рту не только, оно тает еще и в руках. И вся одежда потом еще на свете в этой печени. Так, что у нас тут дальше? Папия, моя любимая туалетная бумага. Четырехслойная, восемь рулонов по акции была. Она сейчас идет с ароматом, очень классная. Так, что тут еще? Спагетти у меня. Что тут еще лежит? А, еще крестюшки вот такой. Первый раз беру 6+. Печенька с бананом. Маленькая упаковочка такая вот. Вот, когда я выросла, фирма, так, этот пакет постой. Она заказала еще кучу все. А тут картошка просто. Я всегда такие тяжелые вещи на доставку. Картошку, воду, когда воды нет. Так у меня муж набирает в основном. А когда забывает или еще что-то, я воду на доставку побольше. Знаете, чтобы не таскать никому вот эти вот тяжести, в общем. Молоко, беженлогу бутылочки. А, и взяла ей творожки. Первый раз. Я вообще планирую сама готовить на заквасках в Багздраве йогурты и творожки. Но сейчас, как говорится, не до этого. Переезд на вещах, на чемоданах дома в Акханале. Я ей взяла на пробу вот такие. Девочки все сроки проверили. Так, у меня тут еще масло. Вот это я очень люблю. Оно безумно мягкое. Лебедянь. Несмотря на то, что 72,5. Как бы многие говорят, что это не масло. Оно безумно мягкое, даже если лежит в холодильнике. То есть его на хлеб намазать не проблема. А взяла их фирменный сельгроссовский, их изготовление колбасы. Вот такую вот, по-моему, докторская. Или просто обычная колбаса. То даже что-то ничего нет. Собственное производство сельгросс, да. Кошенкерри. Вот такая вот интересная колбаска. Так, еще взяла. А, еще вот такая вот с чем-то я не пойму. Тоже их производство беру первый раз. Но вроде хвалит. Ну и цена такая. И состав читала вроде как из мяса. И взяла вот такие вот колбаски. Их две упаковочки на пробу. Девушка сказала, вкусный сборщик. Похвалила. Колбаски поохотничьи в вакуумной упаковке. Так, так, все, по-моему, да. И вот такие вот творожки. Агушу хочу попробовать. Агушу взяла классическую. Начну с него. Посмотрю, как будет есть. Потом яблоко-банан. Так, фрута-няня просто тоже без всего. И фрута-няня-груша. Вот такие вот творожки будем пробовать уже на полдень кушать. Стульчик для кормления. Сейчас мы будем его извлекать. Здесь, кстати, вот фирма Бэби Тон. С задержкой, правда, найдем. Но сейчас в доставках везде задержки. Это классная. Это эко-кожа. И он красивый, стильный. В общем, соберем вам сейчас покажем. Такой большой вот коробки. Курьер сейчас бедный принес, аж запыхался. Вот он, как он, кстати, выглядит. Как он собран, да? Вот фирма. Но эту часть мы уже показывали. Для штуки теселечку закрываешь. Стульчик для кормления. 15 килограмм. 6-36 месяцев. Нам уже пошел седьмой. Нам уже пора, ура! Тут что-то мягенькое есть. Стоил он 6-400 в детском мире. Это из детского мира доставка. Сейчас он, кстати, подешевел. Стоит 6-300 уже на сегодняшний день. И там еще 5% скидка дается по промокоду. В общем, стульчик классный. Сейчас соберем. Девчонки, ну и вот как выглядит цвет. Он мне, кстати, очень нравится. Я довольна. И пока планирую в нем оставаться. Вроде и не темный, и не слишком светлый. Как бы все отлично. Многие спрашивают, что у вас за обалденный цвет волос. 7-3, девчонки, уже второй раз покрасилась. 7-3. Пришла посылка с сайта YouTube. Это одежда. Мы с вами уже обозревали. Я ссылочки оставлю. Мне очень нравится этот сайт. Там стильная одежда, больших размеров. Есть действительно стильная, действительно модная. И даже, я бы сказала, такая уникальная, которую нигде больше не найдешь. Здесь у меня теплая одежда. Давайте скорее распаковывать. Начинаю вас заряжать уже новогодним настроением. У нас уже наряжена елочка. Но она еще не доделана. Я жду шары, пока придут. Поэтому потом вам покажу, конечно, цельный образ. Смотрите, девчонки, как все запаковано в пакетиках отдельных. И сейчас все по порядку буду доставать. У меня здесь пара обуви зимние теплые для мужа, пара обуви для меня и куртка. Очень интересная. Так, здесь у нас обувь, я так подозреваю, вот в таком мешочке. По-русски написано. Нет, по-русски ничего не написано. Сейчас посмотрим, чьи это мои ботинки или Женины. Так, красные. Это мои. Ой, какие они классные. Какие они классные, девчонки. Они под замшу. Или это замша, я, честно говоря, не помню. Внутри мех искусственный. У меня в натуральном мехе очень мерзнет нога зимой. Я только искусственный мех на зиму покупаю. Так, еще более-менее. Вот такая подошва с каблучком. Слушайте, они классные, вообще супер. Шнуровочка. Я сейчас хожу в черных кроссовках наподобие. Надеюсь, в этих тоже будет тепло. И стелечка внутри меховая. Я заказывала 42-й, да, 42-й размер, потому что почитала отзывы, они маломерят на размер 2. Да. Я сейчас примерю. У меня 39-40. Я вообще беру обувь в магазинах. Смотря какая. Какая-то 39, какая-то 40, да. Поэтому сейчас все примерим с вами и посмотрим на ножки. Ну, дальше, наверное, это уже Женина обувь. Сейчас мы с вами развяжем в таком же вот пакетике мешочки. То есть приходит тканом. Развяжем и посмотрим. Я вам ссылки на каждый продукт обязательно оставлю. Ой, тоже классничьи. Тоже классничьи. Зинние ботинки. Прошитые. У Женина 45-й размер здесь не написан. Я, по-моему, заказывала 47-й, если я не ошибаюсь. Девчонки, тут внутри уже есть вот такая вот штучка. Сейчас я вам все подробно покажу. И когда он придет, тоже на ноги у него обязательно покажу. Вот такие вот ботинки. Они темно-синий. Ну, не темно-синий, а темно-серого, наверное, цвета. Такая вот шнуровочка интересная. Они прошиты. Везде отделаны. И вот тут такая резиночка как будто, да. Внутри тоже мех. Вот такой вот он. Они у него потеплее, чем мои. Прямо это чувствуется. Не знаю, мех, что ли, вот этот вот полотней. Как-то так. Смотрите, какие прикольные, да. Вообще здоровские. Он их померяет. Обязательно вам на ноге покажу. Вот такая подошва на моих размерах написана. Здесь почему-то нет. Прикольные, слушайте. Последний лот, но не менее интересный. Это курточка, девочки. Это курточка. Мне вот в таком вот цвете под костюмчики моем немного такого цвета. Ну и под обувь тоже хорошо будет сочетаться. Будет очень стильненько. Вот они у меня такие темно-красные. А это больше такой, ну, не знаю, что ли, перского морковного цвет, девчонки. Вот такая куртка. Она книзу зауженная у нас с вами получается. Здесь она вот такая широкая по бокам. А книзу зауженная. И с мехом, кстати, нормальный мех. Можно чуть-чуть причесать, и он отстегивается. И с мехом вот такой капюшон. Немножко причесать. А так он вроде ничего такой мягенький. Я, по-моему, заказывала 7 XL, если я не ошибаюсь. Сейчас я найду размер, девчонки. Я постараюсь, по крайней мере. 5 XL, нет. 5 XL я заказывала на свой 52. 5 XL. Вот этикеточка. Вот бренд. One New Elegance. Ой, давайте скорее куртку мерить. Мне не терпится. И ботинки. Ботинки обязательно, да. Ой, как видите. Так, тут молния. Все, вам покажу. В полный рост обязательно. Так, курточку мерим. Я не скажу, что она прям на морозы, но она достаточно плотненькая. Такая вот, ну, тепленькая, да. Если теплую кофту пододеть, то будет нормально. 5 XL, девчонки, мне свободно. На мой 52 по параметрам. Прям свободно-свободно. Но это такая куртка. То есть здесь у нас молния с вами. Это такая куртка, это такой фасон, она должна носиться свободно. Сейчас все посмотрим, проверим. Молния железная. У нас с вами молния железная. Так, где кармашки-то? Кармашки, кстати, на молнии, на молнии, которые спрятаны. Вот она, кармашки. Мне очень понравился цвет. Так, два кармашка. И дальше еще заклепки есть. На заклепке защелкиваемся. И длина классная. Ой, как я рад, как я рад. Как я рад. Это то, что я ожидала. Вот фото и действительность. Это то, что я ожидала. Так, кармашки, рукавчик. Вообще нормально. Без резинки, без всего. Просто вот такой вот рукавчик широкий. Просто, да? Капюшончик с вами оденем. Мех немножко причешем, да? Приведем в порядок. Потом капюшончик большой. Вот прям, прям большой. Прям такой хорошенький. Я такие люблю. Слушай, нет, она такая теплая. Знаете, вот по типу фуфайки, что ли. Размер. Вот как мне свободно. Видите? То есть, мне кажется, вот эту модель. Ну, сейчас мы полный рост, конечно, с вами еще посмотрим. Можно было брать 3XL, наверное, девчонки. Так. Сейчас я вам покажу сзади и спереди все как. Но курточка класснючая. Под кроссы под эти вообще великолепно. Так, длина получается чуть-чуть выше колена. Вот такая вот куртка. Вот здесь кармашки. То есть, видите, книзу она заужается. Тут такая широкая, а книзу заужается. Такая вот моделька. Боком, задом. Слушайте, ну прикольно. Расцветочка прям вообще классная. Вот так можно застегнуться. Вот сейчас, кстати, камера вам правильно в данный момент передает цвет. Горлышко застегнуть. Так. Вот так. Вот так мы застегнули горлышко. Пишончик сняли, если мы с вами и горлышко застегнули. Цвет мой прям. Я такие люблю. Освежающий, коралловый. Так, сейчас. Горлышко застегнули. Можно еще шарфик для красоты какой-нибудь одеть. А можно не одевать. В принципе, так достаточно плотненько. Но мне нравится вот так больше. Такая повседневная курточка. Прикольненькая. Так, капюшон. Как-то у нас с вами плохо стоит. Ну ничего. Вот еще раз вот так вам покажу. Вот так понаглядней, мне кажется, да? Камеру пониже опустила. Вот такая курточка. То есть можно было, ну вполне себе, брать, ну не 3XL, нет. Потому что это такой фасон. Можно было брать 4XL. Но мне и так нравится. Я люблю, когда они свободненькие такие курточки. Поэтому все отлично, прикольно. Буду с удовольствием таскать. Приведу в порядок мех. Тут какую-нибудь водолазочку одеваю. И красота. Как вам курточка, девчонки, пишите? Она тактильная, очень, кстати, приятная, мягенькая. И рукава такие толстенькие. Нет, определенно, в принципе, в морозе ее можно носить. Мне вот сейчас прям тепло. Тепло, здорово, комфортно. Кармашки такие глубокие, большие. Прям они большие. Молния такая невидимочка. На кармашках, да? Сейчас с кроссами посмотрим. Показываю кроссы. Девчонки, они безумно легкие. Такое ощущение, что вы в домашних тапочках просто. Я двумя способами их сейчас зашнуровала. Покажу вам поближе. Это вот как обычно. А это можно, смотрите, приспущенный даже вот так носить. Вот так выглядят кроссы. Мне нравится больше носить вот таким способом. Вот такой цвет. И они безумно легкие. Не знаю, с чего сделана подошва. Но такое ощущение, девчонки, что вы в домашних тапочках. Вот как они смотрятся на ноге. И вторым способом. Вот так можно носить. Сейчас, кстати, многие так носят. Заворачивают. Но мне больше нравится вот первым способом. Я здесь не до конца, видите, завязала. Вообще как тапочки, да? Можно вот так носить. Они очень крутые, девчонки. Они безумно легкие. Безумно. Вот я их вообще на ноге не ощущаю ни грамма. Вот, кстати, курточка без меха. Я его отстегнула. Как бы тоже прикольно, да? Вот такой капюшончик внутри. Тоже прикольненько смотрится. И без меха. Слушайте, я довольна сейчас посмотрела в зеркало. Полный рост. Мне нравится. Можно было взять и на размер поменьше, но мне нравится. Теперь по обуви. Мало того, что они невесомые. 42-й мне. Но вот под шерстяной носок будет нормально. Сейчас у меня, хотя у меня носочек шерстяной одет, у меня есть еще запас полразмера точно. То есть на размер берем больше однозначно. У меня получается на два размера больше. Вот эти, да? На размер берем больше однозначно. Если еще толстый носок одеть на зиму, то вот будет самый раз. И, девчонки, у кого полная нога. У меня нога достаточно широкая. И мне тяжело подобрать именно удобную обувь. Да, вот почему-то она у меня после первой беременности такая стала широкая. Нога до этого не была такая. Да, и они на полную ногу подойдут однозначно. На полную широкую ногу. У меня там внутри запас. То есть нога гуляет. Вообще, по-хорошему, так и должно быть, чтобы обувь зимой грела, нога должна гулять. Обувь в обтяг быть не должна. Если обувь в обтяг, вам будет ногам холоднее, нежели она там гуляет. Поэтому в плане размера это у меня 100% попадание. В ней удобно, она невесомая. Обувь, я имею в виду, она, а не кроссы. В общем, вообще круто. Шикарный заказ, девчонки. Еще покажу вам, как ножей не смотрится. Можно носить как угодно. В общем, я довольна. Сейчас покажу вам цельный образ. Вот так, мои хорошие, я буду гонять этой зимой. Пишите, как вам. Мне очень нравится. Так, сейчас постараюсь полный рост показать. Вот с ботами. Полный рост не получается. Розетка моя не достает, девчонки. Здесь косяки, конечно, с розетками. Но вот с ботиночками. Как бы, да? И с шапочкой. И вы знаете, мне, наверное, без меха нравится даже больше. Напишите, как вам. Я, конечно, его почешу еще, посмотрю, как он вяжет и так далее. Но мне даже вот так без меха нравится больше. Сюда, наверное, что-то с горлом, водолазочку какую-нибудь, да? И вот такой вот образ. Круточка оверсайз. Я довольна безумно этим заказом. Прямо на все сто. Ссылки все вам оставляю под видео. Проходите, смотрите. И мои сладкие. Ньючик. Специально для вас. Дарит скидку 23% абсолютно на все товары. Я пропишу вам промокод в инфобоксе. И где-нибудь здесь 23% абсолютно на все товары скидка по промокоду. Это крутая, на самом деле, скидка. Сайт мне очень нравится. Заказ пришел быстро. Если товар есть в наличии на складе, это видно, когда вы выбираете товар, да? То заказ будет у вас приблизительно через дней 10-12. Если товара нет на складе, смотрите наличие, да? Но вы хотите эту вещь, тогда придется подождать. Это все-таки девочки из Китая. В общем, я довольна. Обязательно напишите, как вам, с мехом или без меха. Потому что я прям не знаю, как вам курточка. Мне кажется, очень классно, стильненько. Как сейчас модно. Оверсайз. Ну, вот девчонки, мужские ботинки. И 47-й нам самый раз на пятый, на теплый носок. Смотрится прикольно. Вот второй. Так что имейте в виду, вот на два размера больше получается. Надо брать. Ну, и на этом влог буду заканчивать. Всех люблю, целую, мои хорошие. Всем новогоднего настроения. Не переживайте. Все у нас с вами будет хорошо. Ситуация сейчас сложная. Но мы прорвемся. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.